Накануне исполнилось 100 лет со дня рождения нашего земляка, героя социалистического труда Алексея Лагутина. На его жизненном пути была и война, и долгий период восстановления мирной жизни, а после Алексей Федорович вместе с тысячами рабочих отправился осваивать целину. За это и был удостоен высшей трудовой награды. У нашего героя была крепкая семья, любящие дети и преданные односельчане, которые спустя долгие годы бережно хранят память о великом земляке. Это вот мы в том тракторе, на котором работал отец. Дети Алексея Лагутина часто пересматривают старые фотографии. Этим карточкам уже больше полувека, но воспоминания о детстве, которое неразрывно связано со сложным периодом освоения целины, свежи до сих пор. Ну это первые дни на целине, как раз вот это в них жилье было в вагонечке. Сначала землянки были, в землянках жили, копали, дерном покрывали и жили в землянках. А потом вот привезли такие вагончики и вот стали в вагончиках жить. Среди фотографий и вот этот портрет. На груди Алексея Лагутина «Золотая звезда» – высшая трудовая награда Союза. Но когда будущий герой соцтруда отправился в Казахстан поднимать целину, о медалях не думал. Я его запомнил, когда он приезжал в отпуск с Целины и рассказывал, как они жили и как трудились. И я даже по его стопам поступил в Сингелейское ремесленное училище. Освоение Целины длилось 6 лет – с 54-го по 60-й. Работали с раннего утра до поздней ночи. Общими усилиями эти уставшие, но улыбающиеся юноши вспахали больше 40 миллионов гектаров. У Алексея Федоровича при этом хватало сил и на учебу. Параллельно он осваивал специальность техника-механика. Позже работал и бригадиром, и главным инженером. А еще до последних дней жизни занимался с молодежью. Он меня любил. Ему дали, как герою, большой мотатэклуран. Он меня выучил. Я на нем ездил. И никогда он меня не ругал, чтобы я куда уеду, откуда я никогда не ругал. По стопам отца пошел и сын, который в 70-е строил Байкало-Амурскую магистраль. Теперь в семье две почетные медали. Память об Алексее Логутине, который был и ответственным гражданином, и отзывчивым соседом, хранят и земляки. В 20-м году в Малом Станичном на родине героя появилась Аллея Славы. Здесь у нас родился герой Советского Союза Денис Максим Яковлевич и трое героев социалистического труда. Среди них и Логутин Алексей Федорович. Их уже давно нет в живых. Алексей Федорович покинул мир в 78-м году. Но и спустя полвека у монументов по-прежнему всегда живые цветы. Екатерина Лазарева, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.